В этом году юные спасатели пожарные отмечают свое 15-летие. Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных была создана 14 октября 2001 года. К этому событию была приурочена республиканская акция «Молодежь за безопасность». Активисты вместе с работниками МЧС посещали социальные приюты, дома-интернаты, образовательные учреждения и рассказывали сверстникам о своей работе. Юные спасатели пожарные также посетили многодетные семьи, пожилых людей. Ветеранов и инвалидов помогали по хозяйству и рассказывали о безопасности. Закончится акция 15 октября в торговом центре «Есити» на улице Денисовской. Здесь все желающие смогут познакомиться с аварийно-спасательной техникой пожарных, а также принять участие в конкурсах, викторинах, мастер-классах и, конечно, посмотреть праздничный концерт. Начало в 13.00. В честь 15-летия Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, Минское городское управление МЧС совместно с парком активного отдыха 0.67 подготовила конкурс, победитель которого получит подарочный сертификат на 8 персон на посещение аттракциона, веревочный парк и скалодром. Итак, кто же сегодня выиграет этот подарок, рассказывая условия. Сейчас наши детки, самые юные, самые озорные, будут вам описывать некий предмет, который очень, кстати, подходит к тематике праздника. Ваша же задача догадаться, о чем идет речь. Правильный ответ прислать нам на короткий номер 104.6. Кто окажется быстрее остальных, тому и достанется подарок. Подарочный сертификат на 8 персон на посещение аттракциона, веревочный парк и скалодром. Думаю, это будет интересно всем, и взрослым, и детям. Поэтому ушки на макушке, как говорилось в одной известной сказке, и давайте внимательно слушать, что же у нас там получится. Я напоминаю, 104.6 наш короткий номер, так что жду правильные ответы. Он круглый, и на нем есть дырочки. На нем есть красная лампочка. Он умеет очень громко пищать. Его можно поставить дома. У меня есть такой дома и в каждом кабинете в школе. Возле него нельзя жесть костер. У нас нету в школе и в поликлинике есть. Если бы не он, было пожара очень больше. Он висит на потолке. Он люхает дым. Он пищит, как мыши, только очень громко. Если падет огонь, он звенит. Если кто-то заснул, и начинается пожар, то он может разбудить. Его надо оставить в каждом доме. Он нужен, чтобы не было пожара. Радио Билей. Радио Билей. Радио Билей. Ну что, пока у нас тут классная композиция звучала, шоколад она называлась. Ох, нельзя это, конечно, тем, кто находится на диете. Зато есть вещи, которые можно всем и на диете находящимся, и взрослым, и малышам, и знать о ней. Об этой вещи обязательно надо. Конечно, речь сегодня. Даже вот не знаю, как сделать. Может быть, давайте еще раз послушаем. И вот тогда уже, в полной мере, узнав, о каком же необходимом предмете идет речь, буду определяться с нашими победителями. Он круглый, и на нем есть дырочки. На нем есть красная лампочка. Он умеет очень громко пищать. Его можно поставить дома. У меня есть такой дома и в каждом кабинете в школе. Возле него нельзя жесть костер. У нас нету в школе и в поликлинике есть. Если бы не он, было пожара очень больше. Он висит на потолке. Он нюхает дым. Он пищит как мыши, только очень громко. Если падет огонь, он звенит. Если кто-то заснул, и начинается пожар, то он может разбудить. Его надо оставить в каждом доме. Он нужен, чтобы не было пожара. Если бы не он, пожара было бы очень больше. Цитируя наших малышей, смело могу заявить, конечно, о том, что это пожарный извещатель. Бурные аплодисменты звучат всем тем, кто справился с этим заданием. А стопроцентное, стопроцентное попадание абсолютно у всех. Поэтому мне осталось лишь выбрать того человека, кто справился с этим заданием немножко быстрее остальных. Это аплодисменты, последняя цифра которого 61013. 61013. Мы вас поздравляем. Ура-ура. Потрясающий подарок вам достается. Кстати, в честь 15-летия Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных Минское городское управление МЧС совместно с парком активного отдыха 067 подготовила потрясающий подарок. Подарочный сертификат на 8 персон на посещение аттракциона, веревочный парк и скалодром. Так что я думаю, наш победитель остался ох как доволен.